Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Я тут умудрился немного прихворнуть, и поэтому, увы и ах, выход видео, отравенно скажем, был отложен на неопределённый срок. Но теперь всё это в прошлом, я снова с вами, и на очереди у нас очередной обзор старого модуля. И на этот раз привет вам из Advanced Dungeons & Dragons, а конкретно из сеттинга Dragonlance, то есть Драконье Копьё. Ко мне обратился один из моих спонсоров с просьбой рассказать побольше о модулях из этого сеттинга, и я рад помочь ему, да и думаю, вам тоже будет интересно. Если же вы подзабыли или вообще не знаете, что такое Драконье Копьё, то у меня для вас есть ссылочка на моё видео с описанием этого сеттинга, начните с него. Ну а мы с вами начнём с первого официального модуля, вышедшего под Драконье Копьё, который называется Dragons of Despair, то есть Драконы Отчаяния. Все названия, модулей и книг в данной серии называются Dragons of, то есть Драконы чего-то там, и там варианты типа Осенних Сумерек, Пламени, Льда, Смерти и так далее. Интересно то, что в начале вышла книга, те самые Драконы Осенних Сумерек, а потом уже Трейси Хикман из них сделал приключения. Но вот почему первые два модуля, которые слово в слово повторяют события первой книги, были названы Драконы Отчаяния и Драконы Пламени, а не Драконы Сумерек часть 1 и часть 2, мне непонятно. Если вы подзабыли, за что фанаты Dungeons & Dragons либо любят, либо ненавидят Трейси Хикмана и Маргарит Уэйс, то Драконы Отчаяния вам живо напомнят. Это так называемый повествовательный стиль игры, который сейчас известен как нарратив. Потому что после отлично написанного пролога, в котором весьма художественно описывается то, что вы не кто иной, как дух Астинуса из Палантаса, официального летописца Крина, и то, что сейчас происходит, это не что иное, как ваши хроники. Так вот, после этого, когда начинается техническая часть приключения, вам буквально сразу же рекомендуют взять и поставить партию на жесткие сюжетные рельсы. Нам сразу же говорят, что модуль рассчитан на партию из 6-8 игроков, под контролем которых будут находиться персонажи 4-6 уровней. А чтобы плохие броски и вообще негатив при генерации персонажей не угробил удовольствие от прохождения Драконов Отчаяния, нам предлагают взять каноничных персонажей, которые в виде паригенов размещены на последних страницах книги. Причем уже здесь начнутся потрясающие сюжетные ходы, когда, например, если вы выберете клерика по имени Золотая Луна, то вы не сможете начать играть ей до тех пор, пока не наступит время события номер 2. Опять же, буквально на первой странице модуля вас нагрузят абсолютно в кавычках полезные информации о том, что золото здесь не в почете, а поэтому у каждого государства и у каждой нации своя валюта и ее курс обмена приведен в табличке номер 1. Далее нам скажут, что настоящих клериков в этом мире уже лет 300 не было, поэтому если кто-то в партии сгенерил себе клерика, то его ждет неприятный сюрприз, ведь по сути он превратился в недофайтера. И здесь же мы прочитаем, что хафлингов на Крине нет, а есть только кендеры, и вот, пожалуй, правило на них. Далее нам предлагается взять карту, посмотреть внимательно на место, отмеченное крестиком, и устроить партии там замес с хоп-гоблинами, которых возглавляет фьюмастер Тодд, и это что-то типа младшего командующего. И это еще один капсульный непись, убить которого ваша партия ни под каким соусом не может. А все потому, что он появится еще во втором, двенадцатом, тринадцатом и, по-моему, даже в четырнадцатом модуле. А после того, как партия перережет всех хоп-гоблинов, кроме Тодда, вам предлагается бросить Д4, чтобы понять, сколько еще энкаунтеров будет до того, как партия встретит Речного Ветра и Золотую Луну. Чтобы вы понимали масштаб этой драмы, то у вас есть карта, на карте пронумерованные локации, и вот, допустим, ваша партия идет в утеху, и по пути с ней случится Д4 приключений. Честно говоря, я считаю такой подход абсолютным отстоем, и проще не тратить время людей, приглашая их, в кавычках, поиграть в драконье копье, а просто собраться вместе и вслух почитать книгу. И если вы все еще со мной после этого потрясающего дизайнерского хода, то давайте продолжим. Как вы понимаете, все эти события ведут к тому, что у партии нет иного выбора, как встретить Золотую Луну и Речного Ветра. Все начнется с того, что партия услышит красивую мелодию и песню Золотой Луны, а потом у нее из сумки якобы случайно выпадет посох с синим кристаллом, который подлечит кого-то из членов партии, и те вдруг поймут, что ага, вот она, настоящий клерик и избранная Мишакаль. Но даже если партия не захочет брать их под свою опеку, вам как ДМу предстоит бросать каждый день Д6, добавляя текущее число дня. И если сумма получается 6 или больше, то вдалеке они снова видят Золотую Луну и ее спутника Речного Ветра. Побеседовав с ними, партия узнает, что Речной Ветер отправился искать клериков, потом попал в какое-то странное место, лишился памяти, вернулся оттуда с этим посохом, а отец Золотой Луны, вместо того, чтобы вознадрадить его, изгнал его из племени. Ну и она пошла следом за возлюбленным. Само собой разумеется, партия захочет узнать, где же это то самое место, где наш отважный Речной Ветер обрел этот посох, и почему вдруг Милость Мишакаль снизошла на Золотую Луну. А если партия не захочет, то вы должны запихнуть их в прокрустого ложа сюжета. И для этого ДМу дается весьма обширный инструментарий. Здесь вам и тонкие намеки от посетителей таверны, и знаки в виде белого оленя, который предлагает партии прогуляться в лес. Не в смысле «пошли вы лесом», а «идите за мной, придурки». Игрокам тактично намекнут, что страшные люди в темных капюшонах охотятся за ними, и что искатели Веры из Хейвена тоже ищут этот кристальный посох. Но в общем немытьем, так Катаньем партию заставят отправиться искать Зак Сарот, это ушедшие под землю после катаклизма город. Придут ли они туда по воле Паладайна, либо же направленные трусливыми искателями Веры из Хейвена, или их приволокут в цепях Дракониды, не имеет никакого значения. Потому что Зак Сарот, в моем понимании, это самая лучшая часть этого модуля. Это самое настоящее классическое подземелье, сделанное самыми настоящими мастерами своего дела. А уж что-что, так делать данжи Трейси Хикман и Маргарет Уэйс научились. Рахейша и Desert of Desolation вам тому яркий пример. Правда, чтобы добраться до него, партии предстоит пройти через болота и руины, где вам будут долго и с расстановкой показывать Драконидов в их естественной среде обитания. К сожалению, Дракониды это не что иное, как аналог орков из Властелина Колец, и в них нет ничего особенного, кроме того, что кто-то из них после смерти превращается в камень, рискуя сохранить в себе оружие нападающего. Кто-то взрывается, кто-то телепортируется, кто-то вострясает, ну и так далее. Это звучит весьма интересно, но для того, чтобы сделать их интересными для игроков, вам предстоит приложить определенные усилия. А если партия будет тупить и не захочет бежать к храму Мишакаль, который является единственным уцелевшим строением в этом городе, то нам предлагается приложить их с помощью Черного Дракона, который вылетит из колодца и примется поливать партию огнем и магией, причем делать это с безопасного расстояния. Вот реально. Мне просто описывать больно все эти кривые ужимки, с помощью которых предполагается партию даже не подталкивать, а просто пинками гнать по сюжету. Но в третьей части, когда партия так и спустится в Заг Сарот и начнет его исследовать, будет более-менее интересно. Карта Подземелья выполнена не в 2D стиле, а в 3D, который стал фирменным стилем у них еще со времен i6, то есть Рейвенлофта. Здесь будут ловушки, загадки, партия впервые встретится с овраженными гномами, так называемые Галли Дворфс, будут битвы с драконидами и финальная схватка, в которой партии будет противостоять Черная Драконица Хисанта, в сокровищнице которой лежат легендарные диски Мишакаль, на которых написаны всевозможные тайны бытия. По факту это просто очередной МакГаффин, но чтобы заполучить его, партии придется победить драконицу. И если они будут сильно ядерно тупить, то здесь прям большими буквами написано, что тот игрок или непись, у которого в руках посох, слышит женский голос. Возьми диски и сокруши драконицу посохом. Драконица и правда погибает, как погибает и обладатель посоха. А Заксарот начинает разваливаться, партия хватает диски в охапку, и Мишакаль телепортирует их на свободу. Если вам интересно, как этот модуль проходила моя партия, то посмотрите записи стрима по Advanced Dungeons & Dragons, который называется Мертвые Боги. Во всяком случае, у них получилось оживить этот более чем скучный модуль. Честно говоря, я никогда не был сторонником жесткого нарратива. Я люблю песочницы, открытый выбор, открытые миры, и поэтому таскание людей за уши по сюжету меня огорчает. Но если вы или ваши игроки готовы мириться с рельсами, то почему бы и нет? Я как-то услышал фразу, что мол, драконье копье – это либо попадание, либо стопроцентный промах. Меня это приключение, ну, вообще не зацепило, и что отсюда утащить, я даже не представляю. Ну, разве что подземелье. Но это отличное вводное в сеттинг, да и фанаты будут пищать от восторга. А вот понравится ли это остальным – это уже другой вопрос. Так что если вы фанат саги о копье, то это однозначно ваш выбор. Ну, а я остаюсь при своем мнении, и это видео заканчиваю. Надеюсь, что оно было вам полезным и понравилось. И если это так, то прошу поддержать канал лайком и подпиской, если еще не подписаны. У меня здесь много интересного материала, и я уверен, что вы найдете что-то себе по душе. А если бы вы хотели поддержать развитие канала, услышать что-то интересное, или попросить меня о чем-то рассказать, то ссылки на патреон, вконтактовский донат, бусти и просто реквизиты находятся в описании под видео. Также огромное спасибо моим спонсорам, которые помогают делать эти видео реальностью. Без вас бы вообще ничего не получилось. И я желаю вам всем только интересных и ярких игр. От винта, друзья. До новых встреч.